Визит чрезвычайного и полномочного посла Казахстана в наш регион начался с официальной встречи с руководителем области Анатолием Лисом. Во время открытого диалога обе стороны выразили уверенность в том, что эта встреча будет не последней. Это еще одна ступенька на пути построения сильной экономики и обоюдно рентабельного рынка. В своем обращении к Ергали Булигену Анатолий Лис неоднократно подчеркивал, что потенциал в торговой, логистической и строительной сфере у нас высокий. Сегодня в непростых мировых экономических условиях очень важно рассматривать все направления сотрудничества. Вы уже не единожды бывали в Брестской области, имеете хорошее представление о нашем регионе. Среди этого, сегодня я бы хотел больше внимания уделить вопросом торгово-экономического сотрудничества Брестской области и Республики Казахстана. Несколько цепок хотел я вносить. За январь-октябрь 2015 года товарообороны субъектов Брестской области и Республики Казахстана составил 62 млн долларов США. Ергали Булигенов считает, что производителям двух стран необходимо активнее наращивать кооперационные связи. То взаимодействие, которое оказалось эффективным 5-10 лет назад, сегодня должно претерпеть реанимацию и реабилитацию. Актуальными, по мнению казахского представителя, должны стать совместное предприятие и обоюдная открытость для участия. В совместном усилии всегда дают какие-то хорошие плоды. У Казахстана там, вы знаете, азиатские страны, центральные азиатские страны. Хороший рынок. Здесь в выигрышном положении Брестской области, потому что это окно в Европу. Выход на рынок европейских стран. Тот кризис, который есть, он это пройдет. Наши президенты об этом всегда говорят, что и кризис проходит, и взаимоотношения меняются. И мы уверены, так будет, откроются все границы. И вот эта площадка Брестская, она очень удобная для казахстанских тоже товаров и совместных товаров. Одна из составляющих визита Ергали Булигенова на Брещину – открытие недели казахского кино. Уже в четвертый раз кинотеатр «Беларусь» становится площадкой для укрепления культурных связей двух стран. На торжественной церемонии открытия не раз звучали слова о том, как важно уметь находить точки соприкосновения. И надежный фундамент в этом вопросе – общее героическое прошлое, забывать о котором нельзя. На торжественной церемонии открытия были презентованы книги, посвященные героям Великой Отечественной, а также исторические и не только фильмы. В этом году мы продолжаем эту традицию. Именно в этот день, День независимости, мы здесь сегодня торжественно откроем неделю казахских фильмов. И как в предыдущие годы, мы неделю этих фильмов начинали с показа фильмов о нашем президенте, о президенте Казахстана Втанавича Назарбаева. Кроме этого, мы покажем на этой неделе казахских фильмов, и также разных жанров фильмов, разноплановых. Ну и в том числе и для детей у нас там и мультфильм будет. У нас на казахском фильме уже хорошо ставят и такие детские фильмы. Неделя казахского кино – важное событие в культурной жизни областного центра. За годы реализации проекта среди брещан появилось много истинных поклонников творчества кинематографистов братской страны. И гости, которые пришли в день открытия очередной культурной семидневки в кинотеатр, выразили уверенность в том, что такая тенденция будет продолжена и впредь. Надеемся, что сотрудничество с посольством Республики Казахстан будет продолжено, и у нас будет возможность еще не раз познакомиться с лучшими кинолентами этой страны, с товарами из этой страны, предложить нам им наши товары. Поэтому всем удачного просмотра, спасибо за организацию, и давайте поздравим наших гостей с праздником Днем Независимости. Продолжение следует...